Всем привет! Сегодня мы в гостях у замечательной девушки, у девушки-диджея Яна. Я могу, не знаю, вязать начать. В Индию едем, а ты стоишь и думаешь, что это все слышат, типа, все плохо. Ну и алкоголь спасает. Это мы еще не снимаем, да? Это мы так чисто. Кем спишь все-таки? Единорожка! Пианино, каратэ. Отыграть на таком вообще свечении 6 тысяч человек. Люблю наблюдать за танцующими мужиками. О, я 200 рублей за вход заплатил. Вообще, вот там ветер прям был. Это сейчас провокационно было. Тут, ну, дело-то в голове. Сейчас ты корону приделаете мне здесь? Конечно. Маленькую такую. Что-то мы корону с собой не взяли. Перед мамой с полицией вообще не варик. Всем привет! Сегодня у нас... Сегодня мы в гостях у замечательной девушки, у девушки-диджея Яна. Давайте, я не буду рассказывать, потому что... чтобы была некая интрига. Яна, расскажи, как вот ты к этому пришла? Как вот ты стала диджеем? С чего, с чего все началось вообще? Ну, началось на самом деле все очень спонтанно. Я работала арт-директором в баре. Вот. И был немножко такой напряг с диджеями. Мальчишки работали по 4-5 часов. То есть элементарно они могли там ни сбегать, ни покушать, ни покурить. И один из них, Захар, мальчишка, говорит мне, давай я тебя научу пару треков сводить, чтобы я мог там куда-нибудь сбегать, отлучиться на минутку. Я говорю, не вопрос. Ну, и так получилось, что я раз встаю, два встаю, два трека, три трека и так далее. И в какой-то момент Захар мне говорит, я курить. И уходит. Ну, курил, наверное, он примерно часа три. А, что ты понимал, это автопати, это три часа ночи, это полный зал, да. Это ты стоишь вот с такими глазами и понимаешь, что ну, как бы облажаться, ну все, ну нельзя. Ну, конечно, я уже потом заметила, что он в уголочке стоит, наблюдает. Вот. Ну, и как-то он говорит, ну, я готов взяться за твое обучение. Ну, и, собственно, я стояла там в пустом зале там по пять, по шесть часов, просто сводила трек с треком 120 на 120. И как-то, ну, в какой-то момент я поняла, что мне действительно интересно, мне нравится разбираться во всякой музыке, мне нравится изучать какие-то стили музыки. Ну, и, конечно, нравится вот это ощущение, ну, не власти, а какое-то вот управление толпой. То есть ты такая думаешь, так, хочу, чтобы сейчас вот все вот куражили. Ты знаешь, что поставить, ты такой думаешь, блин, хочу, чтобы мы пососались там всех. Да, там, все классно, чтобы было, да. И ты такой, оп, медлячок. И они, ну, естественно, публика, ты ведешь публику, и это прям ради этого, мне кажется, стоит вот именно этим заниматься. Круто. А ты помнишь свой первый трек, который ты свела в первый раз в жизни? Что это было? И как долго ты его сводила? Да, на самом деле это было, ну, несложно. Это был какой-то, да, какой-то из русских треков. Не вспомню, наверное, какой, да, потому что, ну, фигни всякой мы много в дружбе играли, потому что такой, типа, совдеповский бар, играли там всякое старье. Честно говоря, не помню. Но именно сводить учили меня недолго, то есть мне, естественно, объяснили, что такое квадрат, там, куда надо попасть, там, как это все выводить, объяснили все с частотами. И то есть это, в принципе, было достаточно просто. Вот, единственное, потом уже с течением времени ты набираешь материал, потому что, естественно, с течением времени ты заигрываешься. Ты играешь, типа, одно и то же, ты такой, блин, что за дела? Естественно, начинаешь там разбираться в музыке, качать что-то новое, что-то интересное. Потом начинаешь уже придумывать какие-то свои фишечки какие-нибудь, смешные джинглы, там, что-то еще. Начинаешь там сводить, там, допустим, есть один исполнитель, ты там сводишь его старый трек на новый трек и так далее. Ну, сейчас еще тем более модная тенденция, там, это возобновление, там, старых песен, вот, там, как перепевают, там, Крит перепел «Миллион алых роз» и так далее. То есть там все новое, хорошо забытое, старое, вот. Ну, и то есть тоже там придумываешь уже какие-то собственные фишки. Ну, и вот так планомерно развиваешься в этом деле. Яна, расскажи о ярком событии, которое произошло с тобой, может быть, за последние полгода. Может быть, это череда ярких событий? Ну, самым ярким, наверное, это была вот крайняя поездка в Индию. Вот я вернулась несколько дней назад. Тоже получилось очень все спонтанно. Она моя знакомая, хорошая, которая вот в нынешний момент, она менеджером моим является. Просто спонтанно позвонила, она говорит, Ян, что, в Индию едем? Я говорю, поехали. Ну, я, естественно, спрашиваю, зачем? Ну, и она мне рассказывает, что там проходит самый большой фестиваль в Индии, музыкальный. То есть это рок-фестиваль, это какое-то фэшн-шоу, то есть национальные костюмы, современные. Вот. И зовет меня работать именно хедлайнером проекта. Называется фестиваль Hornbill. Это у них там какая-то священная птица там с таким каким-то интересным, огромным клювом. Вот. Ну, событие, конечно, вообще масштабное. Когда я вышла на сцену, увидела перед собой как бы шесть тысяч человек, я поняла, что, блин, ну, надо как бы не облажаться, естественно. Да, естественно, я готовилась к этому. Ну, могу сказать, что индусы, конечно, очень жесткую музыку слушают, то есть они любят жесткую электронщину, это такой трэп, и они настолько энергичные. То есть у них вообще такая какая-то очень сильная нация, то есть у них очень тяжелая еда. Они, что ты понимала, у них нет микс-дринков. То есть они не пьют виски с колой, они не пьют пинаколаду, они пьют вот так виски и вот так воды. Вот. И все это они так оп, все это они с дела заедают рисом перемешанным с картошкой, с маслом, с карри, и это все очень жестко. Вот. Ну, то есть такие волевые сильные ребята. А как долго ты егала? Сколько длился сет? Да. Два часа. Да, два часа. Да, два часа длился сет, но он вообще вот так пролетел. То есть мне организатор говорит, ну типа, я говорю. Я говорю, в смысле? Вот. Ну я проиграла примерно на минут 20-30 дольше, потому что, ну, публика все, они заведенные, они хотят скакать, танцевать. Сыграла один русский трек, тоже засняла все на видео, тоже такая забавная, он слегка матершинный был. Но трек с качественной обработкой, то есть там хорошая бочка, такой бас, и народ прыгал, а я стою, думаю, блин, это же наш русский трек, как круто. Ну, то есть, такие впечатления, конечно, я когда спустилась со сцены, увидела, ну типа, красная дорожка, люди с автоматами, охрана, очередь, говорит, ну типа, автографы, все дела, я говорю, интересно. Вот, ну то есть, такие, я спускаюсь и понимаю, что, блин, вот ради этого стоит там стоять по 6 часов в пустом зале, мучиться со сводками и так далее, то есть, такое масштабное событие. Что в планах есть? Что планируешь? Как далеко смотришь? Ну, планы пока весной, вот, хочется смотаться в Москву, попробовать себя там на какой-нибудь площадке, да. Ну, то есть, я за время работы в общепите за 8 лет обзавелась, ну, примерно там, интересными знакомствами, так скажем, вот. И, ну, то есть, там есть некоторые ребята, которые готовы мне с этим делом помочь, и вот хотелось бы себя, наверное, попробовать уже в городах таких покрупнее, ну и на площадках больше, чем у нас. Вот, такой есть план. Круто. Я желаю тебе успехов в этом деле. Ну, я надеюсь, да. Я назначу, что все получится. Ну, это приятно, когда есть люди, которые верят в тебя, потому что, ну, ничего с этим напряженка. А, да? Ну, да, на самом деле, ну, немного людей, которые, типа, искренне за тебя рады. То есть, когда что-то не получается, там, косячишь, ну, вокруг тебя, там, типа, много людей, это такое нормально-нормально. А когда начинается какая-то движуха, что-то получается, ну, естественно, в спину ты слышишь много фраз, типа, там, что-то там через постель все туда-сюда, и ты думаешь, блин, ребята, ну, я же ж вот, вы же видели, как все было. Ну, типа, тоже негатива много, конечно. Я не представляю, как звезды, знаешь, мировые, как вообще это все у них происходит. Да, потому что, ну, если я тут, ну, грубо говоря, там, маленькая вообще вот звездочка на этом небоскребе, я не представляю, как популярные люди выдерживают столько негатива в свою сторону. Это надо прям характер такой иметь. Вижу, у тебя огромная любовь к коту. Это да. Во сколько лет сделала первую коту? 18, 18, все по правилам, да, все по правилам, 18. Что это было? Это были на ключицах вот здесь две надписи, это были строчки из песни, с которой я первый раз вышла на сцену. А ты еще и поешь? Да. Да? Да, я долгое время и вокалистом работала, и то есть на некоторых площадках я, когда выступаю, я беру микрофон, включаю сама себе минусовку, пою, сама ее себе свожу, ну, то есть такая. Совершенно круто. Обычно диджеи, я знаю, они очень боятся микрофонов. Почему-то так повелось, что если ты диджеи, то все, там, как бы микрофон тебе дают. Ну, сейчас, конечно, мировые диджеи, они наоборот, там, публику заводят, что-то кричат, и это наоборот круто, да, то есть у тебя с этим проблем нет. Ну, да, я вот так, из-за того, что я пела долгое время, то есть у меня нет боязни микрофон, в основном-то людям что не нравится, как они звучат в микрофон, то есть они знают, что сказать людям, но они слышат свой голос в колонке в микрофоне, думают, господи, какой ужас, какой кошмар, я вообще никогда больше не буду говорить микрофон, просто нужно привыкнуть к своему голосу, и все. Потому что я когда тоже только начинала петь, именно с аппаратурой, с микрофонами, я слушала и думала, не надо, вот, а потом ты просто привыкаешь уже к своему голосу, и спокойно, то есть разговариваешь с людьми. Ну, тут тоже, тоже, как в работе диджи, алкоголь спасает, ну, людей, которые не могут раскрепоститься. А, это, мол, ты пьешь перед, нет? Ну, не всегда, то есть бывает, ну, то есть у меня нету такого страха, что вот мне надо обязательно там вот что-то выпить, чтобы потом выйти на сцену, то есть такого нет, то есть спокойно в Индии абсолютно в трезвом разуме все это играло, да. Ну, то есть люди энергетику дают, то есть ты когда выходишь на сцену, учитывая, что я когда выходила, вот честно признаться, в Индии на сцену, у меня дико вообще болел желудок от всей этой еды, я просто думала, блин, я сейчас умру, у меня разболелась от этого всего голова, я думаю, я вообще не знаю, как играть. Я выхожу на сцену, все. Я вообще самый здоровый человек на свете. Мы питали энергией индусом. Да, то есть ты выходишь, ты все вообще, ну, 6 тысяч человек. Ну, как бы это было мое первое выступление на такую большую публику, поэтому там ты, естественно, забыл обо всем. И попить, и поесть, и о том, что у тебя там что-то болит. Вот, ну, естественно, с этого я вышла вообще в полной эйфории. Яна, что тебя вдохновляет? Может быть, в жизни, может быть, в работе? Есть какая-то муза, может быть? На самом деле, морально меня очень вдохновляют живые концерты. Я, то есть, ну, приезжают, когда какие-то артисты в город, я, то есть, могу спокойно там купить себе билет, либо там друзьями что-то там подгонят, какой-нибудь билетик, да. И я спокойно, то есть, могу одна пойти на концерт, и меня очень вдохновляют живые выступления людей. Ну, даже вот я ходила элементарно там на концерт, Макс Корж приезжал к нам. Ну, вроде бы попсовый исполнитель, казалось бы, но то, как он работает с публикой, вообще то, какую энергетику он несет в зал, и то есть ты выходишь с концерта просто вот с желанием жить вообще, работать, развиваться, то есть, ну. Ну, и, естественно, когда приезжают там любимые исполнители, там, допустим, из русских это 25-17, я попала на их концерт, я вышла, все, вот с такими глазами. Я прибежала домой, я села за ноутбук, начала там срочно что-то там копаться в музыке, что-то делать. Вот, ну, то есть такие вот именно живые выступления меня очень вдохновляют. На пластинках не хочешь научиться? Хочу. Хочешь? Ну, да, в дальнейшем, ну, все говорят, что... Ну, что любого диджея, наверное, играть на пластах? Да, ну, потому что, да, на пластинках это должен быть, естественно, идеальный слух, потому что там, как на компьютере или слышать, ты там ничего себе не подкрутишь, ничего не посмотришь. То есть там именно твой основной рабочий инструмент, это твои уши. Да, конечно, хотелось бы, потому что я считаю, что это уже уровень. А дома у тебя нет установки? Пока нет, пока да, пока в процессе. Ну, то есть у меня есть основное там, что мне нужно, это там сера, там, макбук, там и так далее, то есть все такое оборудование. Ну, именно, конечно, хотелось бы дома иметь свою установку, там какие-то и колонки, вот. Да, мне кажется, круто. Да, ну... Поехали с друзьями на природу, взял и... Да, ну так именно для этого есть аренда, конечно, да. Но именно свою установку дома, да, конечно, хотелось бы. Очень даже. В планах, короче, все в планах. Ну, да, я еще как бы только... Сколько? Год в этой индустрии, поэтому пока все впереди. Ну, на самом деле, за год я считаю, что... Ну, я очень много и увидела, и многому научилась. То есть, и как бы спасибо ребятам, диджейам, то есть, которые меня окружают, которые мне там и подсказывали. И косяков, конечно, много было изначально, то есть... Ну, да, конечно, ты же, ну, самокритичен, ты же думаешь, блин, блин, криво свел, господи, все это слышат. А хотя народу, ну, в принципе, он такой слушает, думает, о, классная песня. И он даже не заморачивается о том, что, типа, там, сводки. А ты стоишь, думаешь, это все слышат, типа, все плохо. Ну, и такой. Ну, я вообще, в принципе, самокритичный человек, и вот мне всегда хочется, чтобы все было идеально. Да, естественно, там, первые полгода идеально не получалось, и были моменты, когда хотелось, ты, ну, отыграл сет, и вроде народ доволен, все танцуют, все классно, и ты выходишь, думаешь, блин, как плохо, вообще ничего не получается. И хотелось, так, бросить все, подумать, что я вообще, куда я лезу. Вот, ну, в такие моменты, как-то, там, переспал с этой мыслью и такой просыпаешься, думаешь, блин, да что, я зря вообще все это делал. Ну, то есть, такие бывали перепады. Слушай, а скажи, где тебя можно увидеть в городе и послушать? Есть какая-то такая постоянная площадка, где ты играешь, или нет такого места? Ну, здесь, например, в студию, да, здесь дают такую, ну, одно из мест, где дают вообще полную свободу. В плане выбора музыки, то есть, там, хочешь, играть рэп, играй рэп, хочешь, там, что-нибудь хаус, играй хаус. Ну, то есть, такое, именно здесь можно играть ту музыку, которая нравится тебе. Ну, естественно, ты смотришь по людям. Ну, на самом деле, я стала замечать, что в крайний раз играла рэп, такой хип-хоп, и сидят девчули в леопардике, все такие красивые. Думаю, блин, ну, наверное, попсы хотят, грустные. А они подошли, такие, типа, музыка вообще классная. Я так удивилась. Ну, то есть, всегда, там, сложно определить по внешнему виду человека, что он слушает. Бывает, там, какая-нибудь такая тетя, которая, ты думаешь, сейчас она тебе подойдет, скажет лабаду. А она такая под какой-нибудь техно тасуется. То есть, такое, тут по внешнему виду сложно определить публику. Что тебе нравится больше, в какой стиле играть? Есть любимые какие-то направления? Ну, в последнее время мне стал нравиться трэп. До этого мне больше такая спокойная музыка мне нравилась. А сейчас почему-то я ударилась в такой прям жесткий трэп, там, вот, бензопила, вот, это такой один из... Не знаю, для меня это один из самых интересных жанров электронной музыки, то есть, ну... Ну, он же вроде тоже недавно появился, да? Или нет? Трэп? Да нет, он на самом деле сейчас, я бы не сказала, что прям сильно модный даже, вот. Ну, то есть, но треков интересных очень много, поэтому я вот их с периодичностью обновляю. И вот именно в BlackRabbit я еще играю, они мутят тоже очень классные вечеринки по четвергам. То есть, они ставят пять разных диджеев и тоже дают полную свободу. И, то есть, ты можешь прийти и послушать вообще абсолютно пять разных направлений. Ну, естественно, это пять разных людей, то есть, это разная подача, разная музыка. Ну, тоже очень такой интересный проект. Ну, вообще сейчас классно, что народ стал как-то... Не знаю, как это сказать. Поступничок вот этот вот. Любит творчество, наверное. Не то, что любит творчество, знаешь, как-то больше разбираться в музыке, потому что изначально, вот, допустим, год назад ты играешь, думаешь, ты там ищешь какую-то интересную музыку, что-то это, а тебе, ну, чувак, ну поставь ЛДЖ, ну давай вот это. И ты думаешь, да блин, ну классный же трек, а он... Ну, а публика у тебя хочет, ну, хочет какой-то вообще, ну, именно русской попсы. А сейчас уже потихонечку диджеи начинают внедрять такую какую-то зарубежную, интересную музыку, и народ уже начинает постепенно к ней привыкать, узнавать, ну, и вот это круто. Кто, на кого равняешься? Кто фаворит диджеи? Есть какие-то такие личности? Кто прям смотришь их? Ну, прям фавориты... Той. Ну, может быть, у кого-то лучишься. Мартин Гарикс мне нравится очень. Ну, как бы чуваку 22, а он уже в мировом топе. Ну, я считаю, что это прям очень достойно. Снейк сейчас очень популярен, такой Маршмеллоу мне тоже нравится. Чувак, что держит образ. Треки его, конечно, тоже меня очень вдохновляют. А так именно из музыкантов, из диджеев, ну, то есть нет определенных кумиров. Много есть ребят крутых, и ты слышишь их треки и понимаешь, что о, сейчас будет свист, такой был интересный. Вот. Ты просто слушаешь треки и понимаешь, что блин, ну, это круто. И ты, ну, пытаешься тоже где-то там так же свистил, ловить какие-то фишки интересные. Ну, и не то, что там воровать чьи-то фишки, а именно ты пытаешься что-то придумать свое, там, опираясь на их творчество. А так вообще в детстве, ну, и сейчас, по сей день, я являюсь поклонницей Леди Гаги. Мне очень нравится ее образ, ее творчество. И очень нравится мне, что при всей своей эпатажности она сохранила лицо. То есть, за ней нет каких-то там кошмарных историй, там, про героиновые какие-нибудь отравления там. Ну, вот... Не, она, конечно, крутая, да. Из всего этого, да. Ее выступление целое шоу. Да, именно шоу, ее, конечно, концерты. Может, видел там на каком-то из концертов она сделала имитацию того, что она повесилась. Вот эти платья из мяса. Я просто думаю, блин, ну, как вообще у человека фантазия. Ну, да, я помню, еще в школе училась, у Леди Гаги был клип. По-моему, он назывался Папаранци. Как все гонялись за этими очками, которые мышки. У нее был костюм мышки, эти черные губки. И вот эти очки и мышки. Господи, сколько магазинов вообще было объезжено ради этих очков. Вот, ну, то есть, да. Как мало, много счастья. Ну, да. Слушай, а сколько диджея зарабатываешь сейчас? Хороший вопрос. Слушай, ну, по-разному, на самом деле. То есть, зависит от места. Там есть, допустим, место, где тысяча час. Есть место, где полторы тысячи час. Есть корпоратив, на котором ты там заработаешь 10. Есть корпоратив, на котором ты заработаешь 30. То есть, зависит от места. Там есть вообще путешествия в Индию, на котором ты, типа, не потратишь ни копейки, еще и сверху заработаешь. А, то есть, там еще и платят, помимо того, что... Конечно, конечно. Гонорар, все. Да. Ну, то есть, зависит все от места. То есть, ты можешь играть где-то за 500 рублей в час, а можешь играть за полторы тысячи. Тут, ну, то есть, такой разлет. Нету прям какого-то вот стабильный ценник, что вот тысяча и все. То есть, у всех, ну, тоже зависит от мастерства, наверное. Соглашаться, не соглашаться. Да, то есть, ну, здесь, знаешь, такое, как взаимное. То есть, либо тебе называют цену, говорят, там, вот такая-то сумма. Да, нет. Ты такой, неплохо, буду. Ну, либо тебя приглашают и говорят, вот ваш ценник. И ты уже, естественно, озвучиваешь цену и организаторы думают, то есть, звать тебя или нет. Ну, то есть, вот такой разлет. Есть какой-нибудь смешной случай, который на работе у тебя произошел? Который ты помнишь? Или, может быть, необычный случай? Или, может быть, что-то яркое, что-то такое, которое запомнилось? Ну, естественно, запоминались лютые косяки. Там, знаешь, когда там посреди туса что-нибудь отрубалось и там и были ситуации, когда, ну, обычно народ нормально на это реагирует, там, подпевает, поддерживает. Была ситуация, когда вырубилась музыка и народ начал кричать «Воу, я 200 рублей за вход заплатил!» И ты такой, блин! И ты уже думаешь, блин, это как минимум смешно. Да, это как бы, ну, а ты стоишь, типа, тебе вообще не смешно, потому что, да, потому что, как бы, все внимание на тебя, а ты стоишь такой и, типа, ты вроде бы не очень сильно и виноват в том, что произошло, но, естественно, все смотрят. Это, знаешь, как с официантами, что, а чего вот так долго готовиться? Хотя, по сути, официант не виноват. Вот тут то же самое. Ну, еще смешно. Не знаю, пьяные люди вообще, в принципе, смешные. Знаешь, там, допустим, я очень люблю наблюдать за танцующими мужиками или за... В стиле танца. Да, знаешь, вот этот там самец похотливый либо просто вот есть парни энергосберегающий режим и зва, которые, я не знаю, они вот всю ночь на танцполе, но он осторожен, он там, знаешь, растанцевался часом к трем, потом думает, так, что-то я разошелся и такой, ну, типа, надо я... Женщины, которые вот вообще... Ты когда-нибудь обращала внимание на лицо женщины, которая мчится на танцпол, когда вот песню любимую слышит? Это вообще просто... Всех расталкивает. Да, то есть, она стоит за баром, знаешь, там, типа... и тут там какая-нибудь играет, не знаю, там... Шальная императрица. Ну, типа, да, допустим, и она... Пошла, она вся забыла вообще, что она... Я так флиртую, знаешь, вот это... Ну, то есть, такие интересные моменты. Подходят песни заказывать? Да, да, ну... Что заказывать? По псу. По псу? По псу. Да, то есть, это, ну, естественно, это Элджей. Шансон? Да. Слушай, ну, с шансоном я, кстати, вот не сталкивалась. Я недавно столкнулась с парнишей, который очень усиленно мне вот так вот тыкал телефон свой, говорит, включи вот это, а у него просто скриншот, даже не трека, а видео, на котором написано Deep House Mix 2008. И я вот смотрю на него, и думаю... А что из этого тебе включить? Да, я думаю, что ж ты так отстал? Ну, 18-й же год, ну, типа, Deep House, все еще как бы, ну, вот пишут, ну, типа, есть что-то и поновее. Да, то есть, такое... Смешно, не знаю, тетки пьяные, взрослые, тоже смешные. Тоже играла так в заведении. Все танцуют, и молодежь, и взрослые. Да, ну, смешные были тетечки, такой пивной бар был, они, знаешь, такие подвыпили, пошли танцевать, и я смотрю, как такая, ну, изрядно выпившая женщина, а там, получается, диджейка, она стоит на сцене, и она, знаешь, такая ко мне ползет, вот так, лезет руку на сцену, и вот так, лободух. И я просто, я вот начинаю судорожно уже искать, думаю, эту лободу, я думаю, ну, я сейчас без лободы, все будет, ну, умрет человек, я думаю, ну, поставила, и все. Она как ожила, знаешь, пошла вот это вот. Ну, тоже знаю, что... Ну, пьяные люди вообще веселые. Ну, бывают, конечно, и агрессивные люди, которые там стоят, стоят под... Ну, да, недавно был чувак, который, он прям свистел весь сет, стоял, он просто вот, вот там ветер прям был, ну, просто вот он реально, три часа я играла сет, три часа он свистел, вот. Ну, то есть, бывает... Морти музыку, короче, что ли? Да, причем, ну, знаешь, как все это, аа, что за отстой, мне не нравится, но при этом продолжают сидеть. То есть, он сидит, покачивается, возможно, попевает какие-то песни, но вот он сильно недовольный. То есть, и такие бывают. Ну, а так вообще, я не знаю, работа диджея такая достаточно... Нервная. Она и нервная, и, знаешь, в тот же момент она очень так заряжает жизненной какой-то вот энергией, эмоциями. От людей питаешься прямо, особенно, когда вот отыграл сет, который вот сам, сам себе понравился, вышел вообще, как заново родился, там пусть ты хоть пять часов стоял, ну, то есть, ты вышел вообще как свеженький. Признание людей там много энергии дает. Угу. Покажи язык. Да, я снял. Я знаю, что это на сережке. Не, я, кстати, сняла, перцеп неудобно. Да, пришло к выводу, что, короче, я начала картавить из-за серьги, я носила ее со школы, у меня была очень смешная история с проколом языка. Ну, типа, в школе, когда я училась, было очень модно, там, э, могу, ты там. Мы же, естественно, все как бы в стиле были, на вот этой всей волне. И, ну, тоже мы все сами себе все прокалывали. Я помню, очень смешно было, дома сидела, проколола себе язык, и мама звонит. Да. Ты чего? Ну, да, это все так делали. Ну, много кто, да. Ну, я как бы спокойно к этому отношусь. А тут мне звонит мама, а я как бы сижу. Я думаю, перед мамой с полицией вообще я не варик. Я это все давай вытаскиваю, давай там с мамой поговорила. Обратно там с горем пополам все это, значит, ставила. Папа звонит, я думаю, да вы шо? Сговорились. Ну, то есть такая была забавная история с пирсингом. Не знаю, мне, кстати, вот многие спрашивают, типа, зачем так много, типа, там, туда-сюда, там, татухи и пирсинг. Я не знаю, мне кажется, что я вот и делаю, наверное, какие-то все свои переживания, что ли, выливаю. Ну, вот у меня есть, допустим, знаешь, что у меня случится какая-нибудь там драма в отношениях, что-нибудь там еще. Обязательно, дырочка, где они делаешь. Да, да. Я пришла, я пришла к выводу, да, я пришла к выводу, что я так сублимирую. Ну, типа, я переношу какую-то моральную боль в физическую, физическая боль быстро проходит и меня как-то отпускает. Ну, само внушение, оно вообще, да, такое вообще классная штука, как выяснилось, поэтому, да. А сколько у тебя прокола? 20, ровно. Ну, да. Но они просто не все, так скажем, в видных местах. Слушай, у меня с проколами груди была забавная ситуация в Индии. Я засмущала, наверное, практически всех. Там же вообще очень сложно все с контролем, то есть, там тебя вообще у меня сняли кроссовки, перекопали все сумки, все это самое. И там такая кабиночка, куда ты, значит, заходишь, тебя вот этой вот там либо нитовой палочкой тебя вот это все пропикали. Ну, и она, значит, пикает, пикает, раз, так как в груди, а он всегда пик, 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 она такая, шо такое там. Я говорю, ну, типа, с горем пополам, наломанным английским. Я говорю, я могу как бы шоу, как бы, безумно. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я не знаю, что так все краснели, отворачивались, типа, прям вот так. Ну, как-то вот у них это. Хотя в Индии тоже страна, где, знаешь, там, типа, у них, допустим, почти у всех носы проколотые. Вот. Ну, то есть, они так очень забавно реагировали на мой проколотый нос. А какие мужчины, кстати, тебе нравятся? Худые. Худые? Да, я не знаю. Как Павел Воля, да? Ну, не то, что прям вот там, вот, тростиночки, но мне нравятся такие, худощава, наверное, телосложения парня. то есть, нету стереотипной любви, типа, к вот этого, да, катькам, то есть, не знаю, каким, да и вообще, внешне у меня, ну, то есть, там, парни, с которыми там у меня были отношения, вообще абсолютно разные все, то есть, там, кто высокого роста, невысокого, там, помоложе, постарше. Ну, вообще в первую очередь на телосложение? Да нет, наверное. Тут, ну, дело-то в голове, то есть, естественно, обращаешь внимание на, ой, я даже не знаю, каким должен быть мужчина, вот. Ну, хочется, конечно, чтобы это была и поддержка, и, наверное, какой-то и общий интерес, ну, либо, чтобы у мужчины был интерес к моей деятельности, что, ну, если я ему там вечером за чашкой чая рассказываю, вот, блин, сегодня вообще вот такое было, чтобы, ну, я видела интерес в его глазах. Не знаю, наверное, не гулящий, чтобы было с этим, конечно, так проблемно, вот. Ну, с личной жизнью, да, что-то как-то, карьера пока удается лучше, чем личная жизнь, но я надеюсь, что все, пожалуйста, наладится, вот. Поэтому пока что сплю с единорогом, плюшевым, все прекрасно, мягко, удобно, вот. Недавно смотрела, пересматривала мультик, гадкий я, и там девочка маленькая была, она постоянно, короче, искала единорога, говорит, хочу, не могу, ну, и, типа, никто ей не мог внушить, что, типа, их не существует. Ну, что-то она где-то там шаталась по лесу такая, и увидела козлика с обломанным рожком, и у него один рог, она его, значит, хватает, несет там свои там то ли подруги, то ли мальчики, говорит, единорог. Она такая, блин, маленькая, ну, это вот козлик. И знаешь, она вот эта маленькая девочка выдает такую вот хорошую фразу, говорит, блин, вот каждый раз, говорит, вот думаешь, это единорог, а вот это вот просто козел. Вот это, мне кажется, ты же хотела знать про личную жизнь. Вот она, понимаешь, она вот так вот происходит. Это мы еще не снимаем, да, это мы так, честно? Я спишь все-таки. Да с единорогом я сплю, понимаешь? Как-то да, с личной жизнью почему-то. У меня, знаешь, я заметила такую тенденцию, что вот когда у меня хорошо все в личной жизни, в остальном вообще все, а дилово, все, крах, цунами, все пропало, но как только начинается какой-то рабочий подъем, в том плане, что есть там настрой на работу, есть там стабильная работа, там, и где-то что-то получается, личная жизнь, все, все плохо, да. Ну, то есть не бывает, знаешь, такой золотой середины, типа, ты такой вот на любимой работе устал, пришел домой, а там вот классно все, вот, как-то вот пока, я надеюсь, что я еще молода, там, ссылочку на инстаграм, там, напишите, номерок, эти параметры, не замужем, не навязчиво, не бегущей строкой можно так не запустить, там, чтобы... Нету татухи единорога? Есть. Есть? На ноге. Да, там под штанами. Карусель есть, там вместо коня единорог. Карусель? Да, ну, знаешь, вот эти карусели мультяшные, с коняшками, вот там вместо коняшки единорог. Классно. Ну, да, мне кажется, это, знаешь, такое, ну, не раздоение личности, а, типа, у каждой такой, наверное, с виду, вот, дерзкой леди, вот, есть принцесска внутри, которая идет вся в черном, мимо прилавка с игрушками, такая единорожка, и вяжет, да, ну, как бы, типа, вот, чехол маны. В общем, тематика присутствует. Да, то есть, присутствуют такие элементы девчачьи, но... Есть татуха любимая такая? Да, это татуировка, связанная с мамой. Это ласточки, сердце, мама традиционный, нео-традишнл, от мастера, вот. Кстати, от одного из мастеров черной каракатицы, ваших друзей, так скажем. Да. Ребята, вы это слышали. Не знаю, Ума Турман еще любимая татуировка. Да. С мячом, девушка с мячом. Да, это, ну, собственно, с фильма убить Билла, мой любимый фильм. я вот увидела картиночку эту и решила, что надо ее все-таки запечатлеть. Да вообще, почти все татухи что-то, ну, не почти все, что-то значит, типа, микрофон, кисти, визажиста, то есть. Все про тебя. Да, эскиз вот рисовал мне мой мастер Серега. Ну, так мы, мы решили, что это символика моего характера, огненного. В общем, все элементы собраны. Да, ну, то есть, такие, каждая татуировка что-то, ну, несет какой-то определенный эмоциональный фон. Не знаю, есть хорошее, есть плохое, вот, ну, то есть, все, так сказать. Что следующее будет? Я знаю, кто-то начал хоть одну сделать эту татуировку, все, уже остановиться не может. Да, но это знаешь, наркотик. Не знаю, доделать рукав, доделать спину, доделать бедро, ногу, да, много еще на самом деле таких проектов, то есть, эскизов много, времени мало, то есть, достаточно такой трудоемкий процесс, который требует много времени, которого, к сожалению, на данный момент нет. Вот, но я надеюсь, да, в ближайшем будущем я доберусь до Сереги и мы закончим начатое. Яна, слушай, ты совсем не, наверняка, вот такой известной личности, как ты, есть большое количество друзей. Ну, на самом деле, небольшое. Небольшое? Да, у меня есть такой, достаточно узкий круг близких людей, то есть, отдельную часть, конечно, занимает Рома Мялкин. Вот, это мой, один из самых, наверное, близких людей и один из тех людей, благодаря которому я вообще занимаюсь диджейингом, благодаря которому вообще все, как бы, получается. Вот, ну, как минимум, на мой прошлый день рождения человек подарил мне Сирату, это, то есть, такая коробка, через которую я играю. Собственно, с нее и началась карьера, с ней я первый раз вышла именно играть, вот, и, то есть, ну, этот человек, так скажем, закалял во мне такой дух, ну, во-первых, человек мне сразу внушил, что, ну, нету разделения, девочка, ты мальчик, ты должна все, у тебя должно это все знать, где что сломалось, что делать, вот, ну, то есть, уже в процессе игры, естественно, было много косяков, это, типа, когда ты приезжаешь на сет, открываешь ноутбук, он не работает, или там, ты там не скачал какие-нибудь драйвера по незнанке, или что-то такое, то есть, он в этом плане у меня прокачал, очень, да, очень, да, помогал, и морально, и в каком-то плане, именно там, какой-то багаж знаний, и он в меня заложил, вот, за это ему, конечно, вообще, большая любовь, вот, ну, так, в телефоне еще одну штуку нашли, Эдик, да, мы тебе хотим показать, что это? А, про среднюю фоточку? Да, да, я бы надеюсь, видно там будет, да? Это сейчас провокационно было, да, я любитель таких всяких, ВДСМ, ну, не то, что прям ВДСМ, я нахожу это просто эстетически красивым, то есть мне нравится там на обнаженном теле, там какие-то кожаные ремни, вот эти вот все элементы, очень меня привлекают, ну, не знаю, особенно, знаешь, когда они там спрятаны где-то под одеждой, там, слегка выглядывают, то есть я какое-то время даже сама занималась, то есть там шила, там всякие эти штучки, там ошейники, портупеи и так далее, я вообще, да, ну, любитель всяких таких интересностей. То есть не только единорожки, да? Да, но я же говорю, вот есть такое слегка, так сказать, раздвоение личностей, которое колеблется между единорогами и БДСМ, такое противоречивое, вот, про друзей еще что рассказать, подруги у меня есть, которые меня вообще очень тоже поддерживают, которые всегда со мной на связи, то есть которые, ну, вот именно, знаешь, те люди, которые действительно искренне рады твоим успехам, что когда ты им звонишь, рассказываешь, говоришь, блин, прикинь, вот такое, и они такие, ооо, и они радуются, ну, искренне, как из-за себя, то есть, ну, таких людей, конечно, немного, но я считаю, ну, типа, лучше качества, чем количества, то есть узкий круг друзей, но это люди, в которых ты уверен. Такая поддержка, поддержка. Да, это очень круто. Ну, то есть, естественно, человек, который меня, во-первых, поддерживает во всех начинаниях, там, говоришь, мам, хочу петь, она, давай, мам, хочу диджей, давай, хочу, там, не знаю, бить татуировки, давай, ну, то есть, естественно, как бы, конечно, к татуировкам она так со скрипом отнеслась, но никогда не было упреков, то есть, а была хоть раз, когда ты играешь где-нибудь? Да, мама приходила, когда, по-моему, я еще не играла, я только пела в дружбе, да, и мама пришла, в бар, посмотреть, там, как дочь там поет, играет, ну, это очень крутые ощущения были, когда, вот, мама все-таки, да, и в баре, и, то есть, ну, и хотелось прям, знаешь, на максимум выложиться, показать, что вот, мам, смотри, вот, что, ну, благодаря тебе все получается, ну, тоже, ну, приятная от нее поддержка, что именно нет осуждения, да, одобрение мамы, это, конечно, дорогого стоит, в этом плане, первый человек, который, не знаю, подойдет ко мне с фразой, что, блин, я смотрел твое видео, а ты ему задашь вопрос, а что ты там, а что ты запомнил больше всего, да, из видео, и что ты помнишь из видео? Первый, кто поделится впечатлениями вообще, видео об этом интервью, получит от меня какой-нибудь классный подарок. Вау, ребят, торопитесь, да, потому что подарок один, и, это прям эксклюзивный подарок от самой Яны. Сейчас ты корону приделаете мне здесь? Конечно. Маленькую такую. Что-то мы корону с собой не взяли. Надо было. Спасибо, Ян, за приятную беседу. Вам спасибо за приглашение. Тоже приятно поучаствовать в таких интересных проектах. Приглашай на концерт обязательно, сходим. Да, хорошо. Желаю тебе огромных успехов. Самое главное – мечтай, чтобы твои мечты были дерзкие, и в любом случае они исполнятся. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...